Голлеги, наш доклад звучал таким образом. Где он тут у нас? Влияние рекреации на стоимость экосистемных сервисов Биццерского лесопарка. Все вы, наверное, уже поняли, что экономические сервисы или экономические услуги – это новые концепции, которые теперь стали применять. Еще Добровольский в 1980 году написал вместе с Никитином, бывшим директором Музея землеведения, о том, что мы поменяли подход к изучению почвы. Если мы раньше смотрели факторы, процессы, свойства, то теперь мы смотрим процессы, свойства и экологические функции. И вот эти экологические функции, которые они придумали, мы воспользовались именно этим. Потому что экосистемные сервисы – это экономическая стоимость тех услуг, которые оказывает экосистема. В экосистеме есть разные компоненты, есть почва. Обычно оцениваются экосистемные услуги растений, в целом какого-то климата. Почвенные услуги оцениваются очень мало, потому что это достаточно сложно. И мы с Ольгой Вячеславной Семеню попытались через экологические функции выйти на экосистемные услуги. Для этого мы подобрали из списка экосистемных сервисов, который представляет 24 услуги, только 4 тех, на которых влияет почва. Далее мы подобрали почвенные свойства, те, которые могут оказывать влияние на функционирование экосистемы. Каким-то образом нужно было оценить их реакцию. У нас были большие данные, которые связаны с влиянием тропиночной сети в двух полисопарках. Мы пока работали на одном бицепт. Мы выбрали третью стадию дегрессии, ту среднюю, на которой как раз начинается перерождение биги циноза, которая приходит к деградации. Мы взяли тропиночную сеть, саму тропинку в 20 сантиметрах, в 50 сантиметрах и в метре от тропинка. От тропинки определили 18 почвенных свойств и определили их средне завешенное значение. Далее по методике Марии Николаевны Строгановой мы оценили экологическое состояние почв на территориях контрольных и на территориях нарушенных тропиночной сети. В результате оказалось, что это экологическое состояние меняется от единицы до пяти. Это экспертная оценка, потому что каждое свойство оценивается его изменение относительно контроля или относительно каких-то оптимальных значений. Затем мы посмотрели, насколько изменилось экологическое состояние почв. И таким образом мы сумели определить, насколько изменились почвенные свойства, отвечающие за выполнение экологических функций и, соответственно, за экосистемные сервисы. Поскольку экосистемные сервисы – это монетизация, в рыночной системе оценка того или иного свойства, она всегда самая разная, поэтому это достаточно сложно. И мы решили понять, насколько изменилась у нас, насколько изменилась стоимость. Результаты показали, что максимально изменились экологические состояния для функционирования почвенных беспозвоночных. На 70% изменились их условия, и они просто исчезли и поменяли свое разнообразие. Поэтому именно состояние почвенных беспозвоночных максимально сказывает рекреация, а поскольку восстановление их требует больших денег, это стоит дорого. Кроме того, подстилка – очень серьезная вещь, потому что это аккумуляция органического вещества. Она на 30% влияет, и на 30% влияет плотное сложение. Все остальные почвенные свойства химические, такие как содержание органического углерода, ПАЖ, электропроводность, они оказывают очень маленькое влияние. Мы с Ольгой Вячеславовной задумывали теперь другую ситуацию. У нас есть данные по всем пяти стадиям дегрессии. Мы попытаемся посчитать эту вещь, потому что хочется узнать, на какой стадии дегрессии максимально начнут изменяться эти экосистемные сервисы. Извините, что Ольга Вячеславовна не подговорила. Вы поняли, что я сказала? Спасибо. Спасибо. Спасибо.